Уху, что же ты так топаешь, сволочь, а? Привет! Всем привет! Да, сегодня у нас продолжение. Извлечение винокурин Соединенных Штатов Америки. Так понравилось. В принципе, по большому счету, первый раз мы с виски, с нормальным столкнулись, Джеймисон. Уже более-менее нормальные виски, которые можно пробовать и, скажем так, употреблять. Да, не мешать. Да, и на этот раз нам подойдали. Тяжелая артиллерия пришла. Хорошая артиллерия. Ну да, уже поинтереснее. Уже солидного качества, виски, которое должно... Я даже сказал, бурбон. Да, это бурбон. Бурбон, как американцы говорят. Вот, привез наш друг с Америки. Это никакой не подделка, это натуральный... Верняк. Верняк продукт, поэтому... Не дадите фри или где-то еще. Да. Так, это у нас Вудфорд Резерв. Говорят, очень интересная штука, много-много медалей позавоевывала. Да, бурбон. И Мейкерс Марк. Ребята с традициями, скажем так, тоже сказать, что кто-то из них сильнее или дороже, или как-то... Ну, небольшая разница, да. Поэтому они как бы... Будем... Они вместе сильны. Будем определять, да. Нам интересно, да. Сказали, что по ценовой политике такая средняя ценовая политика, от которой уже идут нормальные сорта виски. Поэтому, ну... С чего начнем? Вот это вот хороший вопрос, слышишь? Я даже не знаю. Я сначала как-то очень сильно прочитал про этот продукт. Как бы он там очень мощный. Я думал на этот. Но это тоже с историей, и поэтому я не знаю. Ну, они все хороши. Я не знаю, честно, с чего начать. По сути, алкоголь здесь 45, здесь 43. Эники, бэники. Ну, по нарастающей, наверное. Ну, давай по нарастающей, не знаю. Давай по нарастающей. Так. Итак, ребятки, у нас Вудфорд. Резерв. Вот такая красивая бутылочка. Плоская пляжка. Можно ее в карман. Ну да, да. Да. Совсем не палевно. Как ее вскрывать? Ну, я думаю, сейчас разберемся. Да. Ускоренный процесс. Закуску нормальную взяли, да, а бокалы правильные нельзя. Будут, Виктор. В следующий раз будут. Я уж хотел, честно говоря, правильный бокал. Правильный бокал, да. Ну, думай. Мы с тобой дефицитировать точно так не сможем. Тебе не достанется. Ну, давай. Хорош. По чуть-чуть, да? Ну, конечно. По чуть-чуть. Все остальное. В инстаграме. Продолжение. Ну, цвет классный. Такой чистый, янтарный. Обалденный. Немного рисковат, но приятно. Очень приятно. Это ты, наверное, шнобель свой туда окунул. Хотел, но... Рисковат. И ушел. Как слон хоботов кинул. Рисковато, да? Да. Очень классно пахнет. Медом. Нет? Мед, каицка такая. Мед и очень много дуба. Ну, да. Очень много дуба. Хорошего такого дубовой бочки. Совершенно классно. Что-то я... Очень, да. И кожей. Погорячился в начале, но... Класс. Очень мягкая. Такой аромат. Мед. Корица. Дуб. Кожа. Хорошая, выделанная кожа такая вот. Запах обалдеть. Очень приятный. Очень. Обалдеть запах. Очень нравится. Очень нравится. Ну, пьется, слышишь, вообще, да? Вот нету резкости никакой. Два точек делаешь, и вроде как водичка какая-то. Даже не ощущаешь. Чуть-чуть пощипал, а я прошу. Да, так. По языку покатал, и вот тогда уже пошел аромат. И щипание на кончике языка. И тепло. Вкусненько. Тепло, хорошо. Очень вкусно. Вот что отличает хорошие виски от дерьма дешевого. Запах и на вкус нету никакого, вот, как говорят, да? Виски, виски. Та же самогонка просто вот этой вот сивухой воняет, да? Сивухой вообще не воняет. Нет. Хорошие виски сивухой не воняют. Посмотри, какие такие ножички. Немножечки пошли. Да. Это вот там Джек Дэниелс, Whitehorse. Не надо вспоминать. Все, весь гешман. Хорошо, что мы это не снимали. Да. Ужас. Просто действительно самогон, чистейшая воды. Частяк просто с красивой этикеткой. Да. Воняет прям вот растворителем каким-то. Блин, брагой, недобродившей. Жесть. Да. Тяжело. Эти напитки как-то дискредитируют, блин, нормальные виски. Да, и все потом говорят, та, ну нахрена я лучше водки выпью. Да. Ребятки, попробуйте нормальные виски. Да, в этом все-таки есть какой-то шарм и отношение к нему совсем по-другому, конечно, сразу меняется. А вот нагрелся немножко и уже какой-то шоколадкой пошел. Ну, видишь, мы с собой поторопились. Надо вообще комнатную температуру было набрать. Да здесь какая. Я думаю, мы только с улицы с тобой. Ммм, класс. Аромат просто. Аромат класс, да. Водку так не посмакует. Водка пахнет как бы водкой. Холодная не пахнет. Горячая пахнет спиртом. Вот, нюхать там нечего. А вискарик, вискарик можно наслаждаться. Вот именно понюхать, побалдеть от запаха. Очень приятно пахнет. Закуска даже не нужна, я тебе скажу. Сидишься, по чуть-чуть глотаешь. Да. Вообще приятно. Очень хорошо. Ну, мне понравилось. Зачет. Да. Вудфорд резерв. Вудфорд, да. Не зря там столько медалей. Да. Сырком. Поливнуть. Не желаете, да? Сырок хорошо подчеркивает. Очень приятно. Добавочный аромат хорошего сыра. Так смотришь из прагетариев, блин, в интеллигенцию какую-то сраную. Приезжай. Да. Хорошо. Запах класс. Раз. Вообще. Без закуси, без запивки. Просто вот. Вкусненько. Вообще вкусненько. Зачет. Да. Смоласкивать будем? Смоласкивать. Сболаскивать. Сболаскивать будем. Конечно, нам же надо как-то все разбить на атомы. Да. Ммм, оливочка. Оливочка вообще. А я тебе говорил. Я много разных попробовал. Вот оливочка самая такая идет, подходит с искорек. Прямо, прям, прям. Вообще нет. Если честно, мы с тобой взяли такую, ну, как бы простенькую. Вообще, хорошо, чтобы взять большую зеленую. Чтобы осталось, как яблоко. Как хомяк двумя лапками взять эту оливку, да? Ну, да. Не, зачет. Зачет. Оливочка даже лучше сыра на первом месте. Я говорил. А ты говорил. А я говорил. Да. Молодец. Спасибо. Молодец. Возьми. Ну, лишнюю не налью. Кого? Лишнюю. Я в седле, Джонни. Давай. Кентуккийский виски. Кентакки. Кстати, они оба кентуккийские. Здесь удобнее. Там ножичек нужен. А здесь? Ну, здесь, да. Здесь уличный вариант. Тихо, тихо. А, нет. Здесь без пробки. Без пробки, да. Здесь просто крышечка. Хотя, тоже дорогой воск. Ничего себе. Эх. Ну, тут поярче, да? Ага. Тут более такой... Не поярче, в смысле красоты. А, посветлее. Как он подхватил. Да. Посветлее. Вот так вот поставим. Посказать, что мы пьем. Я не буду резко, потому что ты меня в начале... Да, да, да. Сейчас, подождем. Хобот туда не надо опускать. Подождем. Свет, да. Посветлее. Чуть-чуть. Вудфорд все-таки более темный. Ну, да. А сколько лет выдержка? Не написано? Не знаю. Не знаю. Сколько лет выдержка? Короче... Да. Потом почитаем, да? Не подготовились? Нет. Нет. Ну, мы не на экзамене. О, запах уже пошел. Пошел, да. О, этот поярче чуть-чуть. Или просто, знаешь, уже выпили. Дыхалка своборилась. Сектор лучше начали. Да, лучше работать начали. Ну, более цветочное, что ли? Здесь какой-то... Тоже очень приятный аромат. Тоже дерево, дуб. Больше сладость какая-то есть. Если в том более такое... Да, какая-то конфетность. Конфетность, да. Конфетность. Более сладковатый запах. Там такой... Только носающийся, мощный. Серьезный. Вудфорд, да. Серьезный такой прям... Здесь как-то поприятнее. А здесь такой... Да, игривый, да. Со сладостью. Ну, тоже приятно. Тоже приятно. Но есть оттенки, знаешь, оттенки... Все-таки... Самогона. Оттенки самогона. Ну, это чертяка. Я думал, может, это мне кажется. На дальнем плане. Вот... Не хотел портить плохой... Плохий цвет. Нет. Мы же не в рекламных целях. Мы именно... Ну, согласен. То есть... Согласен. Оценить рецепторы. Согласен. То есть... Вудфорде... Там вообще... Вообще частяк. Частяк. Ничего. Ароматы, ароматы. Просто приятные ароматы. Здесь все-таки... Такой... Чуть-чуть на дальнем плане... Самогоночкой. Есть, ребят. Честно. Хотел сказать, но Виктор меня перебил. Да. Да. Приятные запахи идут. И в конце... В конце есть самогонка, да. Ну, тоже не противная как бы. Ну, если учуя, то да. Да. Пьется тоже очень легко. Я бы даже не сказал, что это крепче. Хотя он крепче. Ну, на 2 градуса. Но он крепче. Да. Но, по-моему, даже легче немножко пьется, чем... Пьется легче, да. Ну, как-то... Взрыв вкусовых как-то... Как у Вуду. Мягче, что ли? Мягче, да. Гораздо. Ну, вообще ничего отталкивающего. Нет, ничего такого. Очень классное. Просто я ожидал, что это будет пух на языке. Мягенько. Тот все-таки так пощипал вначале, а потом пух. Ну, может, это... Первый раз, знаешь. Сейчас-то мы уже привыкли. Зажрались. Как оно пьется, разогреваешься, оно более легко начинает. Первые рюмки все равно тяжелее идут. Ну, не знаю. Все равно я пока... Ну, сейчас, подождите. Может, еще найду что-то? Ну, вот-вот, конечно. Пусть бы вообще 5 из 5. Оливочку прочистить рецепты. Оливочка отлично. Просто идеальненько. А я люблю... Вот взяли как раз с креветкой. Фаршированную такую. Ну, как-то так. Отлично. Ну, сейчас еще раз попробую. Еще раз. Ну, то же самое. Древесина. Сладость конфетная. Тоже кожа немножко есть. Ну, все-таки карамель. В конце. Чуть-чуть карамель. И... Такая жареная, знаешь, карамелька такая. И самогоночка. Самогонка-то, понятно, может. Чуть-чуть есть. Ты на вкус попробуй. Мне кажется, вот в конце карамель очень сильно так раскрывается. Мне кажется, она так и есть. Попробуй. Вот сейчас я ее вот именно пробую. Не только в запахе, но и в вкусе. Ну, карамель, кажется, у Утфорда все-таки... Сильнее? Сильнее, да. Да. Это мягче. Мягче. На вкус мягче. Тоже очень мягко пьется вообще. Глотаешь, по рту покатал. Вошло хорошо. Да, очень-очень приятно. Без всяких негативных ощущений. Ну да, придраться не могу. Но если сравнивать, то Утфорд все-таки поярче. Честно. Утфорд, да. Для меня. Утфорд. Для меня. Ребятки, вот так. Побеждает очень сильно. Побеждает с явным преимуществом. Сильнее. Утфорд. Хороший, хороший напиток. Ни в коем случае, вы не подумайте, мы не... Нет, этот тоже очень-очень хорош. Чисто, если уже брать победителя, то вы победитель. Да. Мы с удовольствием и это... Бомбанем. Бомбанем, да. Интересно. Очень интересно. Ты знаешь мне все больше и больше, что же там на самом верху. Да. Те, которые вообще там прячут бочки, открывают. Ну, доберемся до элиточки, наверное. Ну, доберемся, да. Постараемся добраться до элиточки, посмотрим, какой же там все-таки. Чем же они так славятся. Ну, да. Более раскроются. Ну, шотландцы надо попробовать. Ну, посмотрим. А дальше шотландцы? Ну, этот... Что мы первые пробовали? Ну, Джеймисон. Джеймисон. О, уже забыл. Джеймисон. Он шотландец? Ирландец. Ирландец? Ирландец. Извините. Ничего. Ирландцы? Ничего такого. Ничего личного. Это американцы. Чистые. Чистые американцы. Хотя, кажется, вот парень, который слева, там вроде с шотландскими корнями. Но все равно в Америке. Меккерс. Ну, все равно. Вроде бы. Вроде бы. Макошибарс. Американские. Производители живут в Америке. Все американцы. Это чистые американцы. Сто процентов. Это правда. Да. Ну, попробуем. Попробуем других. Говорят, японцы очень хорошие. Просто замечательные. Они китайцы? Японцы. Японцы. Да, говорят японцы. Классно. Ну, это они недавно на рынок вроде вышли серьезно. Да, да, да. Сурвезно. Прямо так стартанули. Сурвезно. Попробуем добраться до японцев. Оценим. Ну да. Интересно. Интересно. Так. Ну что. Закуску пробовали. Сыр. Оливка на первом месте. Оливка на первом месте. Сыр на втором месте. Сейчас кабаносы попробуем. И мастурбук. Эээ. Мастурбук. Ха-ха-ха-ха. Бастурбу. Е�. Ну, давай попробуем. Ха-ха-ха. Как-то есть даже расходилось, да? С мясом. Ну, так вот. Оливка пока побеждает. Да, оливка просто сочная, сразу обволакивает, снимает все какие-то негативные... Да, я до Виктора провел эксперименты оливки, самое то, лично для меня опять-таки. Мясо чисто поесть, закусить. Ну да, ну да. Оно сразу не обволакивает, а то ее пожелать. По сигаре еще взять как-то, попробовать. По сигаре? Вроде говорят, тоже что-то в этом есть. Только пожарный сигнализак все-таки. Выключи там. Приедут, блин, по вызову, да, придется делиться виски. Придется, но не отдадим. Потому что в следующий, я думаю, уровень будет еще серьезнее. Надо ржаной попробовать. Я уже Виктору сегодня говорил. Ржаной, да, тоже говорят. Очень интересно. Бомбический. Ну, супер. Спасибо. Вкусно. Да, мне тоже понравилось. Ребятушки, не будем затягивать весь процесс. Да, покупайте, я думаю, это и это, достойные образцы виски. Пробуйте, ну, не пожалеете. Очень интересно. Будете рады. Да, попробуйте. Вот. Мы закругляемся по домам. Всем пока. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»